против фашистов. К нам присоединяется наша коллега, телеведущая, журналист, которая находится с редакционным заданием в Лондоне, Юлия Семченко. Юлия, привет! Привет! Очень рада вас видеть. Взаимно. Юль, сразу же к вопросу, который очень многих сейчас интересует. Как ты считаешь, почему премьер Великобритании Борис Джонсон так активно поддерживает Украину и украинцев? Ну, я бы хотела начать с того, что Великобритания действительно очень поддерживают украинцев. Если вы будете идти по улице, вы увидите огромное количество флагов, которые висят на всех государственных учреждениях. Люди просто вывешивают их на своем балконе для того, чтобы показать, что они неравнодушны, для того, чтобы показать, что они знают, что происходит. Они знают, кто агрессор, они поддерживают Украину. Кроме того, хотела бы сказать о том, что я сегодня прочитала, что на итальянском телевидении обсуждают фотографии из Буччи Ирпеня и ставят под сомнение их подлинность. В Великобритании такого быть не может, потому что журналисты BBC, Sky News и других каналов находятся на востоке Украины. Они находятся во Львове, в Киеве, ведут прямые трансляции. И они знают изнутри все, что происходит. И я рекомендую итальянским коллегам отправиться в Мариуполь, и тогда все сомнения у них отпадут. Кстати, интересную ты вещь заметил. Я не видел вчера итальянских журналистов на пресс-конференции Владимира Зеленского. Возможно, не усмотрел. В отличие от британских, кстати. Ну, я вообще, в принципе, да, не замечаю активности от итальянских СМИ. И, честно говоря, не замечала присутствия итальянских средств массовой информации в Украине. Но, возможно, они есть. Давай вернемся в Великобританию, если позволишь. Скольким украинцам удалось выехать в Великобританию, спасаясь от войны. Ну, на данный момент, вот, по состоянию на 20 апреля было выдано больше 71 тысячи виз из 107 тысяч. Это не так много, как хотелось бы. Но процесс запущен. Я знаю, что в первые дни заявки подали, в первый час работы программы Homes for Ukraine, заявки на то, чтобы пригласить к себе украинца, подали полторы тысячи британцев. И уже через несколько дней их число равнялось 200 тысячам. Вот. Поэтому британцы, они приглашают украинцев к себе, хотят их видеть, хотят им помогать. Программа, к сожалению, не дает очень много возможностей. 350 фунтов выплачиваются человеку, который приглашает к себе украинца, а украинцу дается возможность работы в Великобритании. Юль, вот давай про санкции поговорим со стороны Британии. Была информация о том, как активы партнеров Романа Абрамовича арестовали на сумму 10,6 миллиардов фунтов, ну просто космические деньги. Вот. Что Британия готова делать дальше? И есть ли понимание у самих британцев, почему нужно русских санкционировать? Ну, в Великобритании, насколько я вижу, самый широкий пакет санкций из всех стран. Под них попали 206 физических и юридических лиц. Это все самые крупные российские олигархи. У них арестовано имущество, арестованы дома. Имущества здесь действительно очень много, и российских денег было очень много. И все это арестовано. Арестованы, вот эти все фамилии, вы их прекрасно знаете, и 275 миллиардов фунтов стерлингов арестовано. Российских денег на данный момент. Юля, а расскажи, вот как Британия помогает тем украинцам, которые остались в Украине? Возможно, о гуманитарной помощи идет речь. То есть сейчас от ВПК, от военно-промышленного комплекса отходим к конкретному, конкретной поддержке людей. Вот что об этом известно? Да, я бы хотела отдельно отметить работу посла Украины Великобритании Вадима Пристайка, потому что посольство Украины проделывает огромную работу. Они отправляют и гуманитарную помощь, кроме того, отправляют машины скорой помощи, финансовую помощь. Люди сами, британцы, организовываются и отправляют автобусы, грузы в Украину с одеждой, с продуктами. Все, что необходимо, все отправляется. Понятно, активная поддержка сейчас ведется. Мы чувствуем эту поддержку, мы видим эту поддержку, мы видим, какие передаются грузы, мы видим, какую позицию занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и за это Великобритании весьма благодарны. Спасибо тебе, Юль. Спасибо большое. Наша коллега Юлия Семченко, специально для Фридема, включилась из Лондона. Ты знаешь, я вот вспоминаю, кстати... Спасибо.